о привет ребят привет из крыма из феодосии друзья и сегодня ребят я остался в этом же номере показывать вам его не буду вот потому что коктебель ездил прокатиться очень тут все под боком как не хочется место меня там из-за там не знает 20-30 километров поэтому очень проще было здесь вот завтра поеду же сторону судака что такие прогуляющие нары потом уже поеду в сторону а уж ты ребята очень вижу по крыму вот немножко не тут ответьте блогеры из крыма кто есть кто не против встретиться руслана здорово а руслан привет дорогой приветствую руслан вот и ребята в общем план нарисовали себя на недельку я уже буду я хотел на 2-3 дня но получается так что уже на недельку буду здесь потому что с блогерами встреча один тут парнишка с симферополя мне даже проект предложил интересный поснимать вот поэтому ребята тут в общем где-то дни 5 займет поэтому ребята сейчас я тут в крыму наверное на какое-то время зависну одним словом куда путь держишь руслан по крыму руслан по крыму тут крым сюда и обратно вернуться больше из крыма никуда не уедешь вот поэтому так добрейший вечер ухали соприветствую спасибо вот друзья поэтому ребята пока вот сейчас по крыму здесь покатаюсь что-то я хочу сказать первый день было ребят здесь крыму ребят мне очень понравилось конечно здесь понятно что может советский союз там 20 лет назад или 30 лет назад как кто-то говорит но ребят достаточно оптимальный кофе который в нижнем в казани был по 220-230 здесь он 150 даже стакан большой здесь цена подешевле вот сегодня сейчас у тебя чебурек съел 80 рублей в кафе ложка вилку дали все чебурек такое ну конечно может там не такой не знаю там вот ну ребят цена такие здесь начались оптимальные там не берут какие-то может ресторан дорогие вот цены такие достаточно так ну все недорого понятно может там бензин на 4 рубля дороже здесь в россии 46 здесь 49 99 очень 50 рублей здесь вот не знаю пока я еще на езжу на российском бензине с россией который мне остался так этому не залился потому что все заправки рядом были при переполнены нужно в очередь стоять вот ну ничего страшного здесь заправлю себя на 4 рубля дороже но ничего страшного не будет вот по этот план сейчас покататься вот думаю может евпаторию заеду еще все таки покатаю здесь час и конечно там все дешевле да 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 руслан согласен и 8 ребята у меня будет полный такой впечатлений достаточно о крыме я думаю вот посмотрите видео вот завтра встречаюсь блогер с одной девушкой елены судаке вот не стать спасибо большое александру шутки у меня контактик вот я списался она ответила мне завтра вас ждем вот встречаемся поэтому ребята встречаюсь запишу ребят видео о жизни здесь принц так вот мне нравится сегодня вот я посидел кофе попила в одном из местечках никак ты беле арженикин за такой классный кафе вообще обалденный прям там вид такой был закат сегодня ребят встречал просто космический закат сегодня был что-то в анапе как-то я вот в эту телу не попал там нигде там такого места я не нашел а тут такое место такое уединенное прям маленькое местечко арженикинзе от можно знать вот здесь рядышком дженкинс прям вообще бомбическое местечко какой был там такой в кафе ресторанчик какой-то не за этом назвать его народом сидит ребят все гуляют поэтому я прям попал лет не очень понравилось поэтому как-то крым немножко другой вот другой что-то пока не пойму еще где ну чем-то все-таки другой ребят так так руслан конечно там все дешевле да обязательно за эти я я вот обязательно я вот это у меня прям вообще я прям елчи я вот хочу увидеть джейсон корень привет с тобой не смог встретиться так как в джанку я утром уехал рано и сейчас сейчас жанкую джейсон я всю ночь ждал ты вчера мне обещал девчонок привезти а всю ночь дал девчонок йо мое целый джейсон стедхэм ребята мне вчера обещал девчонок приехать сам джейсон стедхэм джейсон представляете какая величина еще дюйсерам стою привезти блин всю ночь ждал джейсон никак не дождался ты давай в следующий раз привози из Жанкоя. А тут совсем я сказал, а я тут лежал, ждал. О, Алексей, Алексей, здравствуй. Рад тебя видеть. В Самарской области сегодня бензин подорожал на 50 копеек. Ну, ребят, Алексей, спасибо. Просто, если там на 50 дорожает, там на рубль, я даже это не замечаю. Вот, поэтому тут не знаю. Ну, может, у тебя цены какие-то повышаются, я даже не знаю. Топ-сингулярность. Привет с озера Таха. Какое Таха? А, приветствую, привет. А, это же Америка, да-да-да. Приветствую, приветствую. Рад, что ты тоже путешествуешь. Точка сингулярности. Так, Джейсон, я не хотел тебя подставить перед женой. Понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ладно. Теодор, с кофейком у вас кофейком. Приветствую, спасибо, ребят. Кофе сегодня, ребят, я уже три выпил. Хватит. Последний был, Американо. Вот, потому что даже капучино пить не могу. Вот, спасибо. Ну, как Крыму. Андрей, очень классно. Пока, ребят, мне Крым очень нравится, ребят. Классно. Цены, ребят, особенно нравятся, ребят. Сейчас, ребят, я живу здесь за 850 рублей. Вот. Ну, в общем, буду снимать, наверное, ребят, 700-800, наверное, ну, 900 максимум, наверное, не дороже, плюс-минус, ребят. Конечно, если уж ничего не будет, может, там тысячу. А так, ребят, цены здесь такие достаточно очень дешевые, оптимальные. Поэтому просто я пока балдею от всего, ребят. Пока балдею тут от всего, от цены. И очень, ребят, хорошо. Вот, завтра вот съезжаю. Wi-Fi здесь хороший, ребята. Так вот сим-карту подключил. Сегодня, ребят, просто погулял. Вот по Иппаторию сегодня погулял. Просто бомби... Ой, Иппатория, ребят, извиняюсь. По Феодосии, блин, путаю все. Очень, ребят, подрался с Феодосией. Хороший такой... Ну, какой... Как его назвать даже? Такой, не знаю, ставдепский, что его так вот назвать. Такой он какой-то... Ну, из... Как, в общем, 20 лет назад. Вот, не знаю, еще попаду я в этот раз, а в Абхазию не попаду. Ну, здесь что-то такое вот здесь. Поэтому, ребят, мне пока очень нравится Крым. Вот, поэтому мы будем дальше путешествовать. Какая-то тоже, ребят, здесь своя изюминка такая есть, вот такая интересная. Поэтому Крым, в принципе, интересен. Да, понятно, здесь похолоднее, ребят, чем в Испании, если сравнить. Но все равно, ребят, все остальное мне очень нравится. Так, Максим Носков. Алексей, привет. Рад вас видеть. В добром здравии. Какие у вас планы на будущее? Куда дальше после Крыма? Максим, ну, вернусь, соответственно, там Анапа опять будет. Это... Новороссийск. Геринжик. И вот дальше по берегу, ребят, туда там Лазаревская. Что там будет? Золотой ключ, по-моему, там. Там ко мне еще приятный... Друг присоединиться будет на своей машине тоже, которая вот живет в Абинске. Вот. И все, ребят, я вот так поеду, наверное, до Сочи. В Сочи, ребят, там вот посмотрю, там недвижимость обещали показать. Вот, какой-то интересный вариант. И, ребят, не знаю, там посмотрю, ребят, там по ситуации соответственно, Адлер посещу. Вот. Может быть, ребят, еще съезжу в этот, как его забыл, в Абхазию. Вот. Мне скажут, что там все безопасно, можно на машине спокойно заезжать. Все нормально. Поэтому, ребят, может, в Абхазию. Про Абхазию, ребят, кто знает, напишите там, как вообще. Нормально, все безопасно. Один мне приятель сказал, что там, говорит, вещи там чуть не забрали у кого-то. Вот так вот, не знаю, он там туда так не хочет ехать. Вот. Кто-то мне говорит, что там все безопасно, нормально, ребят. Я до сих пор не знаю. Я там был после раз где-то году, наверное, в 13-м или в 14-м, или даже в 12-м. Вот так вот. Все нормально было. Но я был без машины. Вот. Поэтому так. Итак. Сафари. Что девочек не привезли? Опять пришлось в рукопашную идти. Да. Вчера вот мне Джейсон Стетхэм обещал девочек. Нифига не привез, ребята. Вот так вот. Так что я, ребят, без подарка остался. Добрый вечер, Леша. О, Зоя, приветствую. Приветствую вас. Рад видеть. Есть по 500 и норма. Ага. Понял, понял. По 500. Ага. А где море? Купаться можно? Ребят, сегодня купаться видел. Девочки купаются здесь. Вот. Тетя и бабушки сегодня какие-то купались. Там вот при мне смотрел. Я сегодня не полез. Утром был штормик такой небольшой. Потом, ребята, вроде солнышко выглянуло. Так уже после обеда. Ну, что-то я уж как-то... Ну, еще не стал здесь купаться. Ну, наверное, купнусь где-нибудь. Алексей Леонтьев. О, Алексей, приветствую, приветствую. Алексей, здравия желаю. Мы едем домой в Краснодар. Будем в дом через два дня. А, приезжай. А, хорошо, хорошо, Алексей. Все, все, понял, Алексей. Тогда, Алексей, еще созвонимся. Как понимаю, Алексей, ты из Краснодара, да? Просто в Краснодаре я уже был, конечно. Ну, в общем, спишем с одним словом. Хорошо, Алексей, спасибо. Созвонимся тогда, сейчас пишемся. Все понял. Андрей Лов. В Испанию тянет? Нет, Андрей, вот вообще, ребят, вот не знаю, что, ребят. В Испанию пока вообще не тянет, ребят. Вот до Турции хочу доехать, да. Пока вот здесь, ребят, кайфово вообще. Прям еду кайфово, ребят. Отель 750 рублей, там 800 рублей, ребят, стоит. Там, ну, все нормальные, цены адекватные. Прям, ребят, просто сказочно, друзья. Просто сказочно. Поэтому никакую в Испанию не тянет. Так, по рюмочке, по маленькой, налей, налей, по рюмочке, по маленькой, чем поешь лошадей. Ага, понял. Даниэль. О, Даниэль, привет, дорогой. Приветствую. Приветствую. Так, НАТО Влад. Интересно посмотреть и в Патторию. Недвижимость там дешевле, чем на ЮБК. Ну, друзья, там постараюсь с кем-нибудь снять видео, там, или садят в недвижимость, узнать, какие там цены. Хорошо. Ребят, постараюсь. По поводу недвижимости. Мне сказали, такой город такой сообразный, интересно очень достаточно. Там, говорит, санаторий, говорит, очень много разных. Ну, в общем, попробую заехать. В принципе, недалеко будет. Южный ветер. Бутник работает в Крыму. Надо поставить палочку, путешествую по работе. И все. А, да-да-да, Южный ветер. Да-да, мне уже вчера написали, ребят. Спасибо большое. Ребят, ну, пока я ищу тут букинг. Ну, в общем, сейчас буду еще и с букингом тоже смотреть. Вчера нашел просто по гуглу гостиницу. Рыбачить любите? Не, Сафари рыбачить не люблю. Вообще не люблю. Оставить без машины тебя в Абхазии. Останешься живой, будешь радоваться. А, вон даже как. Все, такая Абхазия прям, ребят, сложная. Ну, посмотрим. Точка сингулярности. Ищу нового мужа. Ух ты. Вот это, да, круто. Точка сингулярности. Все понял. Ну, кто-нибудь, наверное, ответит. О, Феодосия. Двигаемся дальше. Привет из Ташкента. О, Лео, приветствую, Лео. Привет Ташкенту. Отлично. Ташкент. Супер. В Сочи сегодня купались. Абхазия без проблем. Посети Гагра, Питсунда. Ага, озеро Ритца, Новый Афон. А, хорошо, хорошо. Южный ветер, спасибо. Хорошо. Значит, кто-то... Кто-то говорит, Абхазия нормально, все. Кто-то говорит, не очень, не очень. Ладно, посмотрим, ребята, как там оно в Абхазии будет. Вот, хорошо, хорошо. Так, так, так. Точка Семеновна, ты свою локацию оставь. Кто ближе, тот и папа будет. Да-да-да. Да-да-да, ребята. Так что вот, ребят, пока ощущение обалденное от Крыма. Вообще прям обалдею здесь, ребят. Пока, не знаю, давно здесь не был очень. Вот, был в Крыму здесь, когда еще был украинский Крым. Вот, поэтому отлично. Вот, я сейчас понял, оказывается, здесь... Сегодня это объяснение, что, оказывается, три семерки. Я думал, московских номеров очень много здесь. Три семерки, которые этот регион. А это, оказывается, уже в Крыму давали эти номера. А потом вот везде 82-й регион. А это уже крымский регион, оказывается. Так что, ребят, все что-то поменялось. Вот, интересно. Юрий Азаров, Алексей, привет из Губкина. А-а-а, хорошие тебе дороги. А-а, Юрий, приветствую. Губкин, знакомый город. Я там очень много раз был. Губкин, приветствую, Юрий. В этом городе жил мой хороший друг. Когда я учился в Воронеже, мы часто в Губкин ездили к нему в гости. Картошку сажать и копать. Вот, так что Губкин хорошо помню. Много раз там был. Отличный, Юрий. Спейн-Палео. Точка, семья. Акот, Шведингер. Ага, помню. Так, Сан-Хосе, Калифорния. Но мне нужен не папа, а друг. Муж и спутник по жизни. Вон как даже. Видите, как. Отлично. Ну, у меня, конечно, точка симуляризма здесь не чат для знакомства. Но, может, тот откликнется. Тоже может быть такое. Я не отрицаю. Вот поэтому. Все может быть, друзья. Так что, ребят, кто поедет на наш юг, ребят, приезжайте в Крым. Пока вот мне очень нравится здесь. Классно. Вообще, ребят, можно по югу прокатиться. Очень классно, ребят. Вот в Анапе я пожил несколько, там, пару дней, считай. Там до этого, где, получается, останавливаться еще. Вот в Краснодар. Абинск. Вот ночку. Мне очень понравилось. Пока очень классно. Вот. Так что, друзья, посмотрите. Прокатитесь. Вот. И, бля, такое свидание, ребят. Вот сейчас, ребят, я нахожусь вообще в самом таком кайфе, ребят, своем. Понимаете? В самом кайфе. Вот сейчас просто, ребят, дышу и живу. Просто. Дышу и живу. Ну, потому что, ребят, такое путешествие, там, вот сегодня там еду в Коктебель, там, блин, новое местечко, там, остановился. По этой, кажется, по набережной пройти, ребят, солнышко светит, там, кофейку взял недорогого. Вот, ребят, вот. Ребят, вот. Мне вот для жизни вообще вот прям финиш. Вот. Вполне вот таких вот, а я там. Там, погулять, все, так ты комфортно себя чувствуешь, отлично, там, на машине. Ну, вообще классно. Говорят, я прям просто балдею, ребят. Так что приезжайте, ребят, прокатитесь, там, ну, кайфаните немного вот так вот погуляйте, конечно. Ну, понятно, что там у кого какие-то там заботы, дела, работа, ребят, это всегда будет. Вот. Ну, немного надо как-то, ну, на жизнь чуть-чуть. Не знаю, ну, не знаю, как вот. По крайней мере, я на это по-другому все смотрю, ребят. Поэтому вот смотрите. Вот. И, ребят, главное, ребят, здесь цены такие адекватные. Здесь хоть можно как-то, ну, понятно, что здесь вот у меня брат отдыхал, Саша, помните, я с ним видео записывал. Он в Алуште отдыхал буквально там когда в середине августа до сентября, там, второго сентября он приехал. Он говорит, петель, он, говорит, отдавал за ночь. Понимаете, ребят, а я здесь сейчас еду, ребят, 850 рублей, нормальные цены тоже, в принципе, живу здесь недалеко от берега. Прям вообще отличный, ребят. Поэтому, конечно, сейчас, ну, да, сейчас купаться, может быть, уже не будешь. Хотя можно, ребят, вода достаточно теплая. Можно купаться, просто я уж сегодня не полез. Вот. Так, так, так. Влад, ага, Алексей, если подчинил машину и колесо. Ребят, колесо я вообще не трогал, ребят, я пока на этом колесе езжу, все нормально. Машину, ребят, больше не чинил. Сигнализацию вот я батарейки поменял. Поменял вот эту таблетку новую, поставил вот эту, как называется она. В общем, вторую таблетку я поставил. Ребят, пока все нормально едет, ни разу пока не глохло, вроде все нормально. Батарейки меняю и все. Батарейки поменял, я на ключах батарейку поменял и на этой, на таблетке. Все. Пока ничего не тупит, вроде все нормально. Сегодня с утра выехал. У меня движок загорелся. Не знаю, что. Приехал, думал, пока не буду лезть. Обратно поехал, потух. Фиг его знает, ребят, что такое. Непонятно. Поэтому пока все едет нормально, я ничего не буду. Там насчитали 5-6 тысяч рублей, чтобы сигнализацию вообще отрубить. Не хочу пока 6 тысяч рублей, 5-6 за это платить. Так, 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 так. В России лучше, чем в Европе. Андрей, пока мне все нравится здесь. Я не могу хоть там лучше, не хуже. Пока, ребят, все нравится. Потому что, ребят, просто сейчас Испанию, ребят, я не тяну из-за бюджета. Что, ребят, мне жить в Испании? Мне нужно работать, понимаете, ребят? Работать. Работать я не хочу, понимаете? Из-за того, чтобы жить в Испании, я не хочу работать, ребят. Я лучше буду здесь жить в России дешевле и не работать, понимаете? Ну, классически имеется в виду не работать. Понятно, что я что-то делаю, друзья, вот. Ну, классически работать я не хочу, ребят, понимаете, классически. А в Испании мне надо что-то делать будет для этого, понимаете? потому что там все дороже гораздо. Вот. Нахера мне там нужна Испания, если там нужно работать, Нахера? Понимаете? Мне проще здесь, если там, как кайфовать, кофеек пить за 70 рублей, он взял кофе, вот, ребят, в кафе кофе, 30 рублей, ребят, цены такие, вообще классные, 30 рублей кофе, там, вообще супер. С утра сегодня мне такой-то кафешка идет, вчера роллы покупал. 40, 49 или 59 рублей, ребят, там, американам не налили, вообще, ну, сказочно, ребят, ну зачем? Я лучше там в Крыму буду жить, ребят, не работай, понимаете? Чем там в Испании жить, работай, нахера? Кази Баян, блин. Поэтому мне старт, что это не нужен, жить в этой стране для того, чтобы просто в ней жить, там, еще работать. Блин, ты что, идиот что ли совсем? Я не идиот, понимаете? Вот, у меня нормально с головой все. Поэтому я лучше здесь буду кайфовать. Ну да, здесь похолоднее немножко, но ничего страшного. Бон, куда-нибудь перемещусь, то на Абхазии. Там потеплее будет, если бы, например, территория России. Я уж не говорю там про Турцию, про Грузию, там еще теплее. Так. Точно, есть такая поговорка, кто последний, тот и папа. Ага. Ты не против, ты не прошла испытания, значит, IQ слабоват, я тебе ужас. Понятно. Южный ветер, нормально все, нормально все в Абхазии, не бойся. Даю тебе фри на выезде, посети из Абхазии. Ага, хорошо, спасибо, Южный ветер. Все понял, спасибо. Так, привет, Алексей, как у них с пресной водой? Читал, что есть проблемы. Не знаю, ребят, я воду брал, я еще, кстати, за наоб, только вчера воду запил с тобой, у меня 5-литровую баклажку, вот сегодня воду не купил, ребят. Не знаю, в этих магазинах вода продается по 5 литров, вот я все беру ее, вот так, поэтому проблем вроде нету. Здесь вот у меня сейчас закончилось, ну завтра пойду куплю, вот и все. Мони Кожин, Лех, давай в Турцию, там круче. Ну, вот так что еще надо мне доехать, я тоже сейчас пока вот Крым посещу, потом поедем. Горячие источники есть в Абхазии, если будет холодно? А, хорошо, южный вечер, спасибо, буду знать. Пресная вода там есть, или все, морскую, соленую пьют? Наверное, ребят, пресная вода есть, ребят, как и везде. Ладно, и можно списаться. Джейсон, мы в Крыму все не работаем, и только, а только отдыхаем. Ну, отлично, ребят, Джейсон, отлично, ребят, что в Крыму, видите, в Крыму работать не надо, ребят, только можно отдыхать, это супер, ребят, это супер. Влад, так, как дороги, много разбитых дорог, и сам график какой. Ну, ребят, сегодня ездил, вот как Требель, дорога такая, ну, средняя, ребят, не скажу, что она прям убитая, ехать по ней можно, ну, такая, конечно, а судя, в дворы заезжаешь, там просто пипец, такой все, не сильно такой хороший, ну, что же делать, вот так. Так, у меня 46, какие дети, ага, о, точка сингулярности, моя ровесница, ух, классно. Такса, о, такса Требель, привет, привет, приветствую на героической, крымской земле, о, привет, Серега, привет, отлично, отлично, рад, рад видеть, супер. Так, кстати, поедешь из Сочи в Турцию, по пути будут горячие источники в Краснодарском крае, Мостовском районе, Мостовский район, Гуамское ущелье, ух ты, Гуамское ущелье, Мостовский район, ладно, запомню, спасибо, хорошо, спасибо, ладно, загляну обязательно, ребят, ну, я думаю, заеду на горячие источники, пока просто, видите, специально, ребят, чтобы пока, ну, не ехать сразу туда, я в Крым завернул, чтобы уж Крым посмотреть, а потом уж, поеду сразу в сторону Сочи, вот, так сказать, не знаю, сколько я, ребят, буду ехать, может месяц, может больше, мне Юля сказала, я, говорит, не знаю, когда ты приедешь, может, две недели, а может, говорит, к весне только в Турцию доедешь, вот, так что, ребят, не знаю, сколько я буду ехать, так, на береговой линии продают участки, и за какие суммы денег, Влад, не знаю, ребят, пока не видел, что, береговую линию, что здесь продается, не знаю, ребят, ну, береговая линия, она везде дорогая, зачем нужна береговая линия, на береговую линию можно на машине доехать, кайфануть там, посмотреть, прогуляться по набережной, зачем надо бы на береговую линию покупать участки, они бешеные денег стоят, друзья, зачем? Просто, там где-нибудь нормальную, где нормальные земли нормально стоят, там можно купить, а уж сюда можно на машине приехать, там прогуляться по этой набережной, и все, зачем там на береговой линии что-то покупать, бред какой-то, зато Таврида идеальная, понял, Рудик, так, Алексей, Какие планы? Не появилось желание обосноваться в Анапе или Сочи? Пока нет. Ну, в Сочи, ребят, я еще просто не доехал. В Анапе пока нет. Просто Анапа мне понравилась очень, ребят. Анапа, как у меня, для рассмотрения есть. Бород можно посмотреть. Анапа. Пока, ребят, не появилось. Пока еще посмотрю. Что будет дальше? Спенс, Палео. Мы существуем, потому что есть наблюдатели. О, как да. Так, Сафари. 45, бабушка, я говорю, ага, какой? Да, 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 Прохор Шаляпин. Ага, понятно. Понятно, понятно. Прохор Шаляпин. В Канаде живет? Ай-ай. Юрий, Алексей, будешь проезжать через Анапский район? Ага. Заедь в Суко. А, Суко, да-да-да, озеро Суколька. Да-да, я слышал об этом. У меня... Мы вот с одним из подписчиков ездили. У меня вот показывало это место. Очень классно, ребят. Там Бухта, там, называется Суко, что ли? Там Бухта есть. Очень классно, ребят. Обязательно, ребят, загляну там на озеро. Так что все супер будет. В каких местах девушки самые красивые? Андрей, не знаю, Андрей. Это просто надо ехать самому и смотреть. Вот. Мне везде нравится, везде красивые, ребят. Для меня везде все красивое. Поэтому я ничего здесь не могу сказать. Так. Так, понятно. Как на море? Сейчас спокойно или волны? И штормит. Штормит, вот. Сегодня штормило. Вот только в Арджиньгидзе уже, когда приехала, в Арджиньгидзе, там уже, там видно заливчик такой. Там вот прям волн очень мало было. Там можно было купаться. Вот. Миха, Алексей, вы один сейчас? Да, ребят, я один. Один еду, ребят. Так что я на Турцию буду ехать один, друзья. Вот. Самое красивое для Лехи это Юля. Да, ребят. У меня жена красиво, ребят. Вот. Ничего не могу поделать, ребят. Такую выбрал. Вот как-то так, друзья. Поэтому такие дела, ребят. Жена красивая. Ничего не поделаешь. Вот так вот, друзья. Это точно. Это точно, ребят. Ребят, все. Давайте на работу прощаться, ребят. Пообщались немножко. Завтра, может, еще стримчик будет, ребят. Уже, ребят, засыпаю прям. Глаза, говорится, кучу. Устал сегодня, набегал. Сейчас специально, ребят, вечернюю прогулочку сделал. Прогулялся. Вот. Поэтому, ребят, уже сейчас бай-бай буду ложиться. Уже время у нас 10 без трех минут, друзья. По-нашему. Да, много зомби-масочников. Да, ребят, в магазинах стоят в масках. Тоже меня просили сегодня маску надеть разочек. Привет из Талина. О, Влад, приветствую. Приветствую, Талина. Игорь. Добрый вечер. Второй раз за день поймал эфир. Да, Игорь, приветствую. Отлично, отлично. Так, пока. Лео, пока. Юрий Азаров. Когда новый стрим. Юрий, наверное, завтра, Юрий. Не знаю, как там утром, вечером будет, ребят. Может, и не будет. Как получится, ребят? Потому что если активно все будет. Сегодня немножко время сейчас есть. Я поэтому постримим. А так, ребят, как получится, ребят. Так что будет видно. Как считаешь? В Польше хорошо? Ребят, ну, в Польше, я думаю, ребят, самый простой способ легализации. Польша. Так что, кто хочет в Европу, пожалуйста, через Польшу может попробовать. Но я пока, ребят, не хочу вообще в Европу. Европу что-то, ребят, вот здесь вот прямо сейчас стало. После моих последних путешествий. Я уже устал от этого, пугал его всего. Пока, ребят, вот Россия, там Грузия, Турция. Вот мне это вполне хватит. Можно везде с русскими правами, без международных. Ничего менять не надо. Документы легко делаются, ребят. Самое то, ребят. Напрягаться не нужно. Лайкнул 22.5. А, спасибо, Игорь, спасибо большое. Спасибо. Ребят, спасибо за лайки. Все, друзья. Спокойной ночи, ребята. Рад был всех видеть. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok